Девочки, мальчики, всем доброе утро! Как у вас дела? Сегодня, как всегда, понедельник. И я как? Но сегодня не в этом речь. У меня 20 минут есть, чтобы открыть дверь. Я раньше пришла. Но хотела с вами поговорить о важном, о очень важном. То, что творится в Германии. Сказать вам, особенно мамочкам, чтобы вы знали, хотя бы, чем могу вам помочь. Очень много я в ТикТоке вижу, как себя ведут мамочки. Когда к ним приходит полиция, пожалуйста, не делайте этого. Я хоть 20 лет живу в Европе, знаю кое-что и хочу вам помочь. Очень есть мамочки, которые подписывают документы, даже не читая, не понимая закон. И я хочу вам помочь. Пожалуйста, если мое видео вам поможет, я буду очень рада, потому что я не хочу, чтобы с вами это случилось. Первое. Когда к вам в дом полиция заходит, никогда не истеритесь, не плакать. Потому что в Европе это считается якобы психически нездоровым человеком. Второе. Никогда не снимайте телефон и начинайте говорить, что ты блогер, и ты будешь снимать их лица. Этого нельзя тоже делать. Потом, на улицах никогда не наказывайте своих детей. А самое главное, если вы попадаете в Европу, в первую очередь Германия, Нидерландия, Швейция, в первую очередь вы должны что делать? Учить, смотреть быстро их законы. В первую очередь вы должны знать их законы. Вот взять интернет, открыть и знать их незаконы, даже законы беженцев. Если попасть в эту ситуацию, что надо делать, как можно сделать и как можно выйти с этой ситуации. И еще одна вещь, очень важная. Они могут вас обмануть, сказать, подпишите, пожалуйста, этот документ. Мы забираем ваших детей на обследование. Вы можете подписать этот документ, потом будете за ними бегать и не сможете отобрать ваших детей. Почему? Потому что они могут вам объяснить там, что вы даете детей на обследование. А там самое главное, есть маленькая, очень маленькая строчка, на которую вы никогда не обращаете внимания. Вот именно на эту маленькую строчку обратите внимание. Даже если вы не знаете немецкий, переводите Google. Тут же, слава Богу, сейчас все возможно. Никогда не подписывайте документ без адвоката. Они должны вам, в первую очередь, когда вы приезжаете, в таком шоковом состоянии дать вам психолога. Еще вы должны себя вести очень хорошо, не требовать ничего, не начинать говорить там, мы беженцы, вы нам должны это, вы нам должны это, не фукуть, не пыркать, а себя вести, как будто вы на этом и довольны. Это я вам говорю. Потому что, если вы только начнете с ними, все за вами будут просто смотреть, особенно в Германии. Там есть люди, которые живут и 15 лет, и не дают им документы. Так что, мои хорошие, я бы могла бы в первую очередь поехать и в Германию. Почему я не поехала в Германию, сдаться 20 лет назад? Или во Францию? Я не хотела. Потому что я хотела жить, знаете как? Работать. Своим трудом заработать. Все. Я не хотела жить, как беженец, хотя я смогла. И попросить у них убежища, что, или включить в себя дурочку, или бегать за ними по пятам, да? Да. То время, если бы я сделала то, что мои делали, у них дома, но я ж не буду, как Макина, рожать и рожать, рожать и рожать, чтобы мне дали дом. Зачем? Поэтому я вас очень прошу, никогда, всегда соблюдайте их правила. Это так. Потому что им что-то не понравится, они тут же позовут полицию. А когда вызывают полицию, вы не думайте с ними огрызаться. Она может сказать, ой, извините, я не знала, пожалуйста, извините, сделать невинную овечку. Лучше так сделать, чем показать свой характер. Что это вы понимаете? Да я блогер, да я вас сейчас снимаю. Никогда не делайте этого. А в следующий раз я вам расскажу историю. Это была действительно реальная история с моей родственницей, которая ее дочь хотела посадить свою мать. Да, у нее это получилось на три дня. Но если бы не я была бы, она бы сидела. Я помогла, я ходила на суды, я ходила все, вытянула ее оттуда. У меня есть подписчики давнешние, которые знают об этом. Потому что дочь жаловалась на нее и суд подала, что мама ее обижает. Она... Меня вызвали в полицию в двенадцать часов ночи. Она такие вещи сказала, она такой театр сыграла. Я была в шоке. У меня просто голова разболелась. Я могла бы там на нее орать, сказать, ты не права. Я сказала, Алина, соберись. Даже есть скрытые камеры. Я им сказала, просто у меня так голова разболелась от этой брехни. И я им сказала, а она вам рассказала, что она в школу не хочет. А она вам рассказала, что она говорит, что идет в школу, а сама идет туда. Нет. А она вам рассказала, что она там своего меньшего брата в общем обижает? Нет. Я говорю, ну хорошо, я вам предоставлю это все. А когда я просто вам говорю, я много чего не говорю, потому что я прошла жизнь. Если здесь полиция узнает, что вы платите, истеритесь, они тут же думают, что вы психически не сдавали у человека. потому что здесь в первую очередь полиция проходит психику человека, стоимость, ну так, стойчимость, медицину и, конечно, спортивную подготовку. То есть, если полиция приходит к вам домой, смотря на тебя, он уже знает всякое какое-то твое движение, он знает, что ты из себя представляешь. Поэтому будьте осторожны. Вот недавно мне попалось видео, где девочку с Харькова заставили подписать документ, что мы идем лечить зубы твоих детей. И она с января не может видеть своих детей. Потому что она подписала документ, не прочитав маленькую строчку. Так что, мои дорогие женщины, я вас обожаю, люблю и ценю. Если вам что-то надо, спрашивайте, я вам обязательно скажу. Я уже здесь 20 лет живу, я уже знаю, какие они. Берегите своих детей, не доверяйте им, никогда возле них. Не наказывайте своих детей, детей. А если вы хотите наказать своих детей, без метода. Просто сказать, вот ты себя сегодня плохо вел, ты сегодня будешь без интернета. Самый простой вариант, так как я делала. хотя в Испании есть законы, но не так, как там. Мои хорошие, надеюсь, вам чем-нибудь помогло. Всех люблю и всех целую. Пока-пока.